Великий полководец Александр Суворов когда-то сказал, что война не закончена до тех пор, пока не будет с почестями похоронен последний погибший солдат. Этому девизу следуют внуки и правнуки-победители. Каждое лето они выезжают на поля сражений, чтобы восстановить справедливость. Сегодня последние почести отдают в Покровском районе. Там работает наш корреспондент Антон Киселев. Антон, здравствуйте. Расскажите подробнее о вашем мероприятии. Здравствуйте, коллеги. Мы сейчас находимся в селе Покровское, парк Победы. Считанные минуты назад здесь начался торжественный митинг, посвященный захоронению найденных бойцов. Поисковики объединения «Огненная Дука» работали на территории села. Им удалось найти останки 79 человек, из них одна девушка. По предварительным данным, это были госпитальные захоронения, 10 ям. Имена были установлены по архивным документам, точно известны имена 69 человек. 10 еще будут уточняться. И сегодняшняя церемония – это последний день работы вахты памяти здесь, в Покровском. Но, несмотря на это, поисковики сказали, что по мере возможности будут продолжать работы, потому что данные о других захоронениях у них тоже есть. Но пока нужно уточнить. Коллеги? Спасибо, Антон. Подробный репортаж об этом событии мы покажем в следующих выпусках нашей программы. Вы смотрите «Вести Орел», мы в прямом эфире. Народный памятник защитникам Орловщины появился в деревне Чебесовка Покровского района. Монумент строят местные жители на свои деньги. Он увековечит мужчин из этого населенного пункта, которые не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. А в самом райцентре сегодня последнее пристанище обрели 79 красноармейцев, найденные поисковиками объединения «Огненная дуга». Церемония погребения и митинг памяти собрал больше сотни покровчан. Антон Киселев был на торжественном мероприятии. Шум боя, свист снарядов, скрежет металлы и крики умирающих. Такой запомнила войну покровчанка Валентина Новикова, ребенок войны. В 43-м ей было всего 6 лет. Она помнит, как ее изба превратилась в импровизированный госпиталь. И как она, пока мать оттаскивала раненых с поля боя, пыталась хоть немного облегчить страдания солдат, которые уже не могли держать в руках оружие. Господи, а они от боли, от жары, от всего стонут пить, пить, пить и пить. И я целый день курсировала, ходила под буру, водичку им носила. Именно в госпитальных ямах поисковики нашли этих солдат. 78 мужчин и одна девушка. Благодаря архивам имена 69 красноармейцев удалось установить. Информация еще о 10 бойцах тоже будет установлена, уверены поисковики. Обработать пришлось несколько тысяч фамилий для того, чтобы вычленить именно тех, кто находится в этой яме. Полтора года не прерывались бои у Покровского. Тогда еще деревни хорошие. С декабря 41 по июль 43 захватчик отступил лишь после сосредоточенного удара левого крыла Брянского и правого крыла Центрального фронта. Этот подвиг Орловщина не забудет никогда, как и тех, кто отдал свои жизни в схватках с фашизмом. Будут высажены цветы. Имена, конечно же, будут внесены здесь на гранитных плитах. Но увековечивают на Орловщине имена защитников не только власти, но и обычные люди. В деревне Чебесовка, недалеко от райцентра, один из бывших жителей за собственные средства установил памятник в память о земляках, не вернувшихся с войны. Во время Великой Отечественной войны из этого населенного пункта на фронт ушли и не вернулись с фронта 21 житель. Откроют этот памятник 1 сентября. Нужно доработать пару мелочей. А сами сельчане пообещали, что тропа к нему не зарастет никогда. Из Покровского района Антон Киселев, Анатолий Пикуров, Вести, Орел.